И у нас было ограничение по времени. За два месяца мы это все должны быть сделаны обязательно. Мы снимали всю территорию республики целиком. Там вот из всего, что мы обсуждали до этого в течение полугода, было готово одно, был готов стол. Немного чистой практики в нашу научную конференцию. Много времени у вас не займу, совсем короткий такой доклад. Дело в том, что к нам компания в прошлом году, в прошлый сезон, попала очень-очень интересный проект по классической надирной аэрофотосъемке. И заказчиком, наш заказчик это клиент из республики Армения, для которых мы снимали всю территорию республики целиком. Значит, ну вот на входе у нас были сходные данные проекта. 22 тысяч квадратных километров нужно было отснять. Соответственно, понятно, что это сторона горная, очень сильно выраженный рельеф. Да, значит, вот с минимальным превышением 850 метров и максимальное превышение 4000 метров. И при этом все, вся территория должна была быть отснята с детальностью 20 сантиметров для получения Труорта, для получения ДТМ. И вдобавок еще три города нужно было отснять с 10-метровой детальностью под 2000-й масштаб. Ереван и еще два города. Высотный аэродром 1400 метров. Базовый аэродром у нас превышение было. И фактически у нас получалось для нашей 100-миллиметровой камеры Vexem Eagle максимальная высота полета почти 8000 метров. Ну и, соответственно, мы начали думать и гадать, что с этим всем делать. Значит, первый вопрос – как залезть так высоко? Вот. Второй вопрос – как соблюсти требования к заказчику к точности, детальности аэрофотоснимков? Первое, что пришлось делать – это разбиение всего этого на участке, чтобы хоть как-то облегчить логистику всех полетов. Чем все это осложнялось? Ну, потому что заказчик ранее не имел никакого, в принципе, опыта по выполнению таких вот подобных работ. И, по сути дела, границы реальной съемки к нам в итоге попали практически в конце съемки. Потому что все согласования, связанные с определенными государствами, проводились уже непосредственно, когда мы уже там летали. Значит, в итоге пришлось бить вот эту всю территорию на много участков, исходя из основных геологических форм рельефа, то есть хребтов, ущелья каких-то вот самых ярко выраженных. Плюс для того, чтобы облегчить вот эту всю логистику, то есть вот это все… Мы не смогли это все запроектировать, к сожалению, в офисе, сидя, значит, в Москве спокойно, да, это все приходилось делать по месту. Потому что, ну, так если честно, мы когда туда приехали вместе с оборудованием, там вот из всего, что мы обсуждали до этого в течение полугода, было готово одно, был готов стол. Очень вкусно было, больше ничего, ни с голосованием, ничего. Вот, поэтому вот это все по месту и в процессе. Вот, значит, и очень важно было на этом регионе, это фактически наблюдение за погодой. То есть совершенно нормальная ситуация, когда у вас с разницей в полтора километра абсолютно разная погода. И у нас было ограничение по времени, за два месяца мы это все должны быть сделаны, а обязательно. Плюс к тому, что, как заказчик себе это представлял, что у нас такая камера, которая автофокусом будет детальность подруливать, вот, поэтому пришлось объяснять, что это немножко не так. Значит, все планирование происходило в комплексе Ультранав, программой, сопровождающей комплекс Вексель Ультранав. Достаточно такая мощная штука, на самом деле, не очень юзер-френдли, но которая позволяет, в том числе, проектировать аэрофонсъемку вот по такому сложному рельефу, с учетом ограничений, в том числе, воздушного судна по высоте полета, с учетом всех возможных допусков и так далее. И, ну, соответственно, воздушное судно нам пришлось достаточно долго искать и выбирать, да, выбрал он был Пайпер Ацтек, который был способен подняться на эту высоту, и, в общем, полеты проводились с кислородным оборудованием, потому что самолет не герметичный. Когда все-таки мы смогли приступить к съемке, вот, примерно так выглядело, сказочный такой вот грунтовый аэродром, вот так вот выглядит взлет, и одна из, ну, я бы даже сказал, половина всех проблем нашей была, это вот эта вот мелкодисперсная пыль, которая была просто везде. Вот, то есть нам было очень жалко камеру, забегая вперед, камера отработала идеально, то есть два месяца работы в этих условиях, не было ни, никаких проблем с камерой. Возникли проблемы с гироплатформой, которая в какой-то момент у нас просто настолько уже, вот эта механическая часть, она покрылась вот этой вот пылью вездесущая, что нам пришлось ее разбирать и, как бы, в наш предполетный и послеполетный регламент внести просто очистку компрессором и пылесосом, там, дважды в день всего шалона, и, то есть, как бы, в пылевых условиях мы еще и механическую систему платформы чистили. Так установка выглядела, вот эта вот пылища, она была просто повсюду, и вот платформу мы разбирали прямо по месту и вычищали. Вторая история, если кто-то видел на графиках, как выглядит бортовая система наблюдений, в нашем случае это Апланикс, ОМ-название Ультронав, как выглядит работа глушилок, вот, пожалуйста, посмотрите. Средняя часть, вот эти вот красные линии, это срывы наблюдений по спутникам. Значит, в определенных регионах страны постоянно работают глушилки, которые, ну, сильно нам портили жизнь, да, то есть где-то все это замечательно, чистые наблюдения, а где-то вот это вот глушилки. А в какой-то момент, как вот здесь вот в конце, то ли кто-то что-то еще включает, и данные с отпутников заканчиваются полностью, то есть нет ничего. Уже опытным путем было установлено, что инерциальная система, которая в состав комплекса включена, способна где-то 15-17 минут вас вести за счет изоверения акселерометров по маршруту, да, если вы успевали выходить из зоны действия глушилки, то, ну, вам повезло. Если нет, ну, значит, в сторону дома и визуально до аэродрома. Вот так вот выглядит чисто измерение, да, вот так вот то, что было где-то на половине территории, да, причем можно обратить внимание, что вот верхняя часть – это спутники ГЛОНАСС, которые, ну, насколько я знаю, сигнал мощнее, они, то есть, держались дольше и работают лучше. Нормальные данные по L1-L2 где-то на 60% территории и еще в 40% территории, которые выглядят вот GPS-измерения вот так вот. Значит, вся наша съемка вообще сопровождалась сетью базовых станций постоянно действующих, там порядка 20 штук. Очень хорошо, что они там, ну, там хорошая сеть, они хорошо уравнены между собой, так что, по крайней мере, с этим бед у нас не возникло. В итоге полевого этапа у нас получилось следующее, что у нас вот такое количество снимков – 14,5 тысяч вышло, 10-сантиметровых еще полторы тысячи за и 41 полетный день. Всего 64 дня, но простой возникал на 90% – это вопрос согласования, которые к нам никак не относились. То есть, то есть, само оборудование наше работало идеально, вот, и, на самом деле, даже я, который вот с лексером работает давно, я вот, я не ожидал, что она выживется в таких условиях. Значит, и 171 ледный час это все заняло, вот сама конкретно аэрофотосъемка. Я вам не могу показать сказочных снимков Армении, потому что по условиям контракта, по условиям работы мы имели право, в принципе, вообще что-либо обрабатывать на своем оборудовании и вообще все это видеть. Ну, так вот странно, да? Поэтому все, что мы снимали с борта, было, отправлялось тут же, копировалось на сервера заказчика, да, и, ну, то есть, ну, конечно, мы снимки-то сами видели, да, но продемонстрировать их публично мы, к сожалению, не можем. Значит, вот наши особые условия, обработка только на вычислительных мощностях заказчика, только силами самого заказчика, персоналом заказчика, который до этого не имел никакого опыта работы с программой обработки Vexel UltraNav, по, естественно, по производителям Vexel. Классическая наша схема работы, один днем снимает, другой, значит, полевой отдел контролирует все, ночью данные аэрофотосъемки выводит, первичную обработку делает. Здесь нам это делать запретили, вот, то есть, как бы, на наших машинах этого ничего нельзя было делать, поэтому контролировать вот этот весь огромный массив данных приходилось с помощью тех средств, которые предоставляет вот сама технология Vexel. Мы знаем, что это достаточно надежная история, поэтому, ну, скрипя сердцем, мы на это согласились. Этапы контроля не включают, это дублирование данных на, резервирование данных на рейд-массиве на бортовом, значит, контроль перекрытия и покрытия осуществляется при создании отчета, при копировании данных с бортового носителя. Само целостность этих бинарных данных также там контролируется. Строится набор снимков низкого разрешения всего залета, где можно посмотреть наличие какой-то серьезной облачности. Больше ничего не видно, но облака вы видите. Ну, и составляется такой автоматический отчет по фотокачеству, который, в принципе, позволяет вам оценить именно фотокачество снимков, при этом не видя самих снимков. Нам приходилось этим пользоваться, и причем, что, так как я говорю, не было готово ничего, вычислительные сами мощности, на которых это нужно было считать, появились у нас в доступе, у них, у заказчика в доступе, только к последнему полетному дню. Вот, когда мы отсняли, вот, у них появился сервер, на котором это все можно было начать считать. В общем, так немножко было не по себе, но в итоге все у нас получилось хорошо, данные качественные. Вообще на этом наша, как бы, работа заканчивалась, но мы проводили, естественно, тренинг персонала заказчика, обучали работе с Ультрамап, и сейчас продолжаем, ну, как бы, курировать этот проект в качестве консультирующей стороны. И, вот, на данный момент, сейчас этап извлечения ДСМ, где-то, вот, половина ДСМ на всю территорию уже построена. Это просто машинное время. Ну, вот, здесь некая статистика, 358 точек платного судного обоснования, 4,5 миллиона связующих. В итоге получилось в Ультрамап идти. Точность на контрольных точках, вот, составила, по X, Y, Z, там, 30, 14, 70 сантиметров по высоте. Собственно, вот, я вам только красивые картинки, к сожалению, могу показать, чтобы просто вот донести наш такой вот практический опыт.